Игорь Шпинков выслушал отчет о работе регионального оператора. В зеленодорожном районе систему вывода мусора уже урегулировали. А вот по советскому району замечания еще остались. Драйв, молодость и патриотизм в Гузыбурятии заревнуют о звании самых-самых. И поездку на всероссийскую студвесну выбирают в основном коллективные номера с национальной тематикой. Такой выбор сделан неспроста. Вне конкурса участники, друзья и единомышленники стоят в студсовете города и участвуют в многоквартирных домах. Обещают перевести в порядок к концу апреля, чтобы помочь в Байкалу, собрать подписи для изменения действующих нормативов 63-го приказа Минприроды. Ребята устроили флешмоб. Тысячи зрителей ФСК зажгли фонарики и надели светящиеся браслеты. Всполняющий обязанности руководить для администрации поручил и организовать общественный транспорт на дачный период. Олег Киндармаев, Валерий Хорошев, Андрей Дармаев. Новости дня. И сказать вам большое спасибо за ту активную жизненную позицию, которую вы занимаете по защите интересов нашей республики, по защите нашей земли, по защите нашей природы, по защите Байкала. Общественно значимые проекты студенты готовят регулярно и помогают республике и городу в их реализации. Сейчас проходит подготовка к 74-й годовщине Дня Победы. Одно мероприятие, первая акция уже стартовала. Это акция «Ветеран живет рядом с нами». Это помощь пожилым людям и ветеранам. 24 апреля будет запуск всероссийской акции «Георгийская ленточка». 5 мая состоится уже ежегодный велопробег «Звезда Победы» и также акция «Цветок Победы». А пока по итогам конкурса победили студенты БГУ. Они представят Бурятию на 27-й всероссийской студенческой весне с 14 по 18 мая в Перми. Мария Кравцова, Жргал Цариндашиев. Новости дня.